Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал 2 Юлия Петрова. Вы у меня на канале на YouTube. Добро пожаловать! Сегодня у нас будет с вами очень важный, очень-очень важный расклад в 2023 году, что у вас будет в личной жизни, что вас ожидает, какие события в личной жизни, какие, может быть, важные вам нужно знать вещи. Я вам хочу сказать, что мы сегодня гадаем на каждую королеву, каждой стихии в отдельности. Поэтому, пожалуйста, дождитесь. Тайм-коды я, конечно же, оставлю. Начинаем мы с королевы Пентакли. С королевы Пентакли, девушки, кто у меня стихии земли. Пожалуйста, смотрим раскладик. Пентакливые королевы, что вас ожидает в 2023 году в личной жизни. Смотрим этот расклад. Сразу выходит император. Девочки, я уж не знаю, что у вас тут такое интересное, но Старший Аркан вышел первый. Да, у вас будет возможность... Я сейчас для нескольких, так сказать, категории граждан прочитаю этот расклад. Для каждого человека он проиграется по-разному. Очень многие королевы Пентакли у меня в этом году, в 2023 году выйдут замуж, что неудивительно. Очень многие из вас найдут человека, как минимум, вот того самого императора, с которым вы сможете построить отношения и крепкие связи, очень надежные. Смотрите, как здесь идет. Здесь очень интересно, потому что мужчин будет у вас несколько, скорее всего, еще новые знакомства, новые встречи. Есть еще здесь король Пентакли, который вам тоже по масти здесь подходит, в принципе. Это человек ответственный, это человек, который будет, в принципе, брать за вас на свои плечи проблемы, да, решать ваши вопросы. Давайте мы сейчас с вами посмотрим о том, что это человек, который, может быть, у вас находится в треугольнике, да, то это человек, с которым отношения у вас, скорее всего, будут завершаться. И если вы собираетесь это сделать, завершить эти отношения, вы будете встречать новые отношения для семейных уз, уже для семейных отношений. То есть, если у вас есть желание, девчонки, в дальнейшем, да, в новом году поменять свою кармическую историю, все-таки поставить точки над И, решиться на такой шаг, чтобы выйти из прошлого, войти в новое, да, потому что многие здесь находятся сейчас в треугольнике, есть карты-подсказки, да, которые об этом говорят. Вот, но все очень реально, очень много из вас королев земли, кто в этом году очень сильно прям поменяет свою жизнь к лучшему. Личная жизнь будет очень сильно налаживаться. Еще, девочки, что вас ждет в 2023 году в личной жизни, что ожидает? Ну, вот смотрите, если вы не выходите из зависимых отношений, это бег по кругу, это повторение, да, какого-то, какого-то уже пути, который вы уже проходили, это еще раз наступить на те же грабли, иными словами, я рекомендую вам сделать какие-то уже выводы свои, да, из предыдущих своих отношений, да, и, конечно, уже здесь идти вперед. Вот, вопрос, если у вас мужчина женатый, да, вы в треугольнике находитесь, да, если у вас мужчина женатый, здесь идет императрица, да, и карта мага. Между этими людьми есть магия, скорее всего, да, если у вас мужчина не свободный, а женщина со стороны вашего мужчины делает магию, будет продолжать этим заниматься, поэтому будьте, пожалуйста, к этому очень сильно внимательны, это важно. Я также хочу сказать вам, что если у вас мужчина женатый, несвободный, да, либо живет в гражданском браке, мужчина не выйдет из этих отношений, и все, что вы будете делать, это проходить заново уроки кармические. Если, опять-таки, вы все правильно сделаете, если вы закроете для себя данный вопрос, вы очень-очень-очень хорошо имеете здесь возможность выйти из этого всего и получить самостоятельно какое-то свое счастье, брачные отношения, отношения с человеком серьезным, с человеком, который умеет брать ответственность, потому что у вас много разных здесь идет мужских энергий, да, в которых это означает, что мужчины в вашу жизнь будут приходить, будут разные мужчины, но именно тот самый вы его ни с кем не спутаете и, опять-таки, не принимайте каждого нового мужчину, как своего вот кровного вообще точно мой, то есть, как бы ждите вот самого этого императора, да, то есть, вы поняли, и на свободных, и на несвободных отношениях это может проиграться. Мои дорогие, опять-таки, следующая сложная стадия в вашей жизни будет то, что вам придется выбирать самой, да, то есть, как правильно будет принять решение, вот этого мужчину выбрать или какого-то другого, то есть, здесь вот такой вот еще моментик идет. Хорошо, что вам говорит Оракул на эту тему? Что Оракул у нас говорит на эту тему? Так, ну, карты выскакивают, давайте тогда их выкладывать. Вот, если вы человек, в принципе, королевы Пентакли, как правило, это женщины земной стихии, естественно, которые сконцентрированы обычно на цели, это люди, которые добиваются своего, это при всей сложности событий придется копать, докопайте до истины в жизни, и будет вот эта радуга у вас произойдет, расцветет, да, все-таки над вашим домом роза. Поэтому я хочу вам сказать, что вы понимали, что ключ к проблеме у вас в руках находится. Если вы соберетесь и конкретно сделаете шаг и поменяете вот местами свою позицию немножко, да, выйдя из зависимой позиции и войдя в позицию свободную, в позицию, которая дает вам энергию, которая дает вам силу, с человеком, с которым вам хочется развиваться, двигаться вперед, это вот оно и будет. Вот такой интересный расклад здесь, девочки, для вас на личную жизнь королевы Пентакли. Прекрасно. Давайте смотреть на кубковых, кубковые девочки, мои кубковые стихия, стихия воды. Так, минуточку, что такое? Стихия воды. Стихия воды. Королева кубков. Королевы кубков. Давайте смотреть, что вас ждет в личной жизни в 2023 году. Что вас ожидает здесь? Ой, девочки, королевы кубков у меня в этом году должны пройти сумасшедшие просто испытания, которые закончат наконец-то вот этот ход, в который вы очень тяжелую дорогу идете, какую-то очень тяжелую ношу тянете на себе в личной жизни. То ли он не идет как-то, то ли мужчины все попадаются как один, похожи друг на друга по жизни, либо вообще без мужчин, да? То есть, как бы какое-то безрыбье, понимаете, что называется? Потому что здесь у вас как будто разрушение чего-то. Вы в этом году будете заканчивать свои незаконченные, в новом году вы будете заканчивать свои незаконченные решения, которые вам давно надо было принять уже в вашей личной жизни. То есть, разрушить ваши прошлые, может быть, стандарт жизни, которым вы живете. Может быть, это какая-то у вас привычка, которую вы завели. То есть, вы из абсолютно бездейственной превращаетесь в очень активную женщину. В очень активную женщину, которая понимает, что годы уходят. И здесь надо все-таки, надо взять за себя ответственность самостоятельно, да? Видите? Ну, как бы идти вперед. То есть, некогда здесь, знаете, расслабуху вот эту включать. Ну, действительно, оно так и есть. У вас идет здесь король мечей по карте солнца. Я думаю, что у вас есть мужчина, скорее всего, воздушной стихии, либо асцендент в воздухе. Может быть, просто у вас мужчина такой холодный и безразличный просто, как-то к вам очень так жестко отнесся. Поэтому здесь с этим человеком вам придется, вам придется просто решать, иначе вы себя просто потеряете как личность, понимаете? Это очень здесь такой серьезный момент. Так, что вас еще ждет в личной жизни в этом году? Ой, как все падает. Да, здесь окончание. Карта смерти упала. Это личная жизнь, которая должна полностью с ног на голову перевернуться. Вот как бы вы должны покончить с тем, что вас сжигают заживо, понимаете? Опять карта мага. Даже у кубковых королев идет карта мага, карта дьявола, привязки, девочки. Надо чиститься очень многим. Привязки. Кто в тайной женщине, может и магию на вас сделали. Да, здесь по дьяволу очень такая серьезная достаточно может быть история. С откупом, со всеми делами. То есть, это прям заметно. Я хочу вам сказать, что вы не удивляйтесь, что у вас мужчина такой вот папажеку. Это может зависеть еще от того, что магия. Если вы сами обращались к магам, ставили обряды какие-то, будьте осторожны. Будет возможность... Ну, опять-таки, здесь надо будет оплачивать это все. Если вы не делали никаких обрядов, девочки, если у вас не было обращений никаких, у вас появится туз Пентакли, да, шанс на сожительство с другим человеком. Даже у второй категории подряд есть вариант возможный очень серьезный. Туз Пентакли это очень хорошая, сильная карта, которая показывает то, что у вас возможностей будет очень много, да. Да, длительные отношения, да, карта мира, может быть, человек будет иностранец, туз Кубков. Это новая любовь, новое увлечение. Возможно, самое главное, вот вы человек влюбчивый, да, королева Кубков. Здесь видно это, потому что вы можете вот так по дураку, туз Кубков отдавать себя, да, влюбиться в человека, вот раствориться, уйти вот в какие-то отношения. Вот этого делать вам не надо. Переживайте за это, бойтесь этого. Перестаньте всех кормить своей энергией. Кубковая королева очень энергоодарящая женщина, да, энергетики у вас как бы очень много хорошие. Поэтому многие люди пытаются от вас напиться, не удивляйтесь этому. Здесь у вас будут длительные отношения. Мужчина может быть другого цвета кожи, вероисповедания, расы и тому подобное. То есть это человек, который может новый встретиться опять-таки. Вот, про бывшие отношения. Здесь, конечно, здесь башня идет, девчонки. Здесь ничего не будет с прошлым мужчиной. Здесь судьба показывает, что нету перспективы практически никакой. Опять-таки это общий расклад, но я бы на вашем месте прислушалась. Что говорит вам Оракул? Оракул вам говорит о том, что не пускайте все на самотек. И очень важно, чтобы вы прописали, что вы хотите видеть. Что вы манифестировали свои желания. Что вы хотите видеть. Что вам надо получить, да, в этих новых каких-то связях, в новых отношениях. Чего бы вы точно не хотели, да, уже повторять. Поэтому вы поймите, что вам вообще сложно находить своих людей. Очень сложно. И поэтому, может быть, даже двери, которые вам и откроются, не спешите радоваться. Потому что здесь такое впечатление, что может быть какая-то здесь как бы как подстава небольшая. Поэтому каждому человеку присматривайтесь. Вам надо очень внимательно изучать человека, которого вы к себе близко подпускаете. И да, вам все-таки найдется нитка с иголкой, которая зашьет вашу рану. То есть будет человек, который поменяет ход событий в вашей судьбе. Главное, чтобы вы, ваше бездействие по десятке жезлов превратили в большое количество действий. Это очень важно. Хорошо, это было гадание для королевы кубков. Следующая у нас королева жезлов. Так, королевы жезлов. Девочки, жезловые королевы, стихи огня. Приветствую вас. И давайте смотреть вашу историю. Что вас ожидает в 2023 году в личной жизни? Очень многие в тайных отношениях вышла. Верховная жрица. Что вас ожидает? Тоже карта мага. Девочки, очень многим надо чиститься в новом году. Вот смотрите, а у вас какие-то по магии разрушения происходят. То есть, уход по магии какого-то человека из вашей судьбы. Дьявол здесь тоже идет. Карты тяжелые. И здесь, конечно, такая история, что мужчина-король жезлов выходит. Здесь огненная стихия у мужчины и король мечей. Здесь опять-таки, и все равно у вас верховная жрица в итоге вышла на стол. Все-таки, девочки, те из вас, кто в очень сильно зависимых отношениях, вам придется, скорее всего, либо чисткой убирать привязку к этому мужчине, либо вы будете в отношениях. Я еще вижу, что вы любите человека, с которым вы, в принципе, сейчас в отношениях. Может, отношения уже как таковых и не совсем-то они есть, да. Но, во всяком случае, у вас очень сильная сексуальная совместимость, у вас сильное взаимопонимание, чуйка друг на друга. То есть, вам тяжело будет отказаться, вам очень будет тяжело отказаться от этого человека. Я думаю, какое-то время вам придется побыть одной. И, может быть, даже это для вас как испытание будет. То есть, как бы вернетесь вы в прошлые отношения, где вам не очень-то и хорошо, и сладко или нет. Вот два короля у вас выходят. Смотрите. Видите, да? То есть, король жезлов и король мечей. Это два мужчины. То есть, у вас есть разворот на другую сторону. Начать все с нуля с королем жезлов можно. То есть, можно начать другую жизнь, найти другого человека, да. Опять-таки, может быть, это не совсем то, что вы ищете. Но этот человек, он умеет доказывать, да, что он достоин, да, вас. Что вы такая женщина, которую он смог бы потянуть, во всяком случае. И давайте мы с вами еще будем обсуждать этот момент такой, что вам очень-очень по судьбе новые радости, новые открытия в личной жизни. Помните о том, что иногда вам надо понять, что если человек вам изменяет, да, потому что вы можете здесь узнать в 23 году, что кто-то вам изменил, к сожалению, девочки. Что не всегда это плохо, потому что лучше узнать об этом раньше, чем позже. Потому что приходят иногда на расклад очень взрослые женщины, которые по 25, по 27 лет замужем за мужчиной. И только потом оказывается, что они разворачиваются. Мужчина обманывал годами просто. То есть, здесь вы узнаете в каком-то, может, предательстве человека, которому у вас чувства, да, и вам будет очень больно здесь это переживать. Но у вас есть сразу новый мужчина. То есть, вот этот жезловый король, да, который здесь в течение года для вас подарит невероятные космические просто эмоции. Но я думаю, вам хочется отсидеться, пережить этот холод, эту боль, потому что у вас сейчас очень болезненный момент, да, хоть вы и вступаете в Новый год, но в Новый год вы еще вступите со старыми ранами. К сожалению, девочки по пятерочке Пентакли и карта Луны у вас очень-очень жесткая ситуация сейчас в личной жизни. Вы, вас очень сильно обидел человек и что же вам сказать? Скажу я вам, что по восьмерке жезлов вам только надо уходить либо в работу, либо в общение с кем-то, записываться на какие-то группы, классы, общаться с девчонками с какими-то на каких-то форумах, может быть, может, на встречах, на живых каких-то, может быть, на какое-то хобби вам надо, чтобы вы увлеклись чем-то, потому что здесь надо просто залезать раны. Для начала, очень уж вы здесь, очень побила вас судьба, четверка мечей, я не вижу, чтобы вы сейчас просто готовы даже были для новых отношений, я вам хочу сказать так, что вы какое-то время будете выбирать закрытость все-таки, закрытость и, может быть, еще надежду к прошлым отношениям, но все-таки вы поймете рано или поздно, что вы теряете время, к сожалению. И оракул вам говорит, что так, возможности, новые возможности. Очень многие из вас в эзотерике, да, то есть видно прям, что для вас эзотерика открывает двери развития внутреннего я, потому что вы, смотря расклады или самостоятельно занимаясь эзотерическими какими-то знаниями, изучением чего-то, будете поправлять свое здоровье, да, поправлять свое ментальное здоровье, то есть это будет укреплять вас. Вам надо, чтобы вы, во-первых, вы заживете лучше в финансовом плане, да, здесь это видно, а во-вторых, что здесь у вас, у вас есть соперница, у вас есть женщина, которая против вас работает, я бы на вашем месте обратилась за чисткой и установкой защиты, это вам очень пригодится. Хорошо, следующий прогноз для королев мечей, королевы мечей, добро пожаловать в ваш расклад на 2023 год. Смотрим, что вас ждет. Королева мечей, королева воздуха, воздушная стихия, девочки. Поехали. Что вас ожидает в 2023 году в личной жизни? Многие могут быть замужем сейчас и думают о разводе, скорее всего, да, есть те из вас свободные, кто у кого с замужеством немножко подвисает во времени, опаздывает немножко судьба, но так как вы не открываете доступ для новых отношений, да, чтобы к вам постучался нужный человек. Здесь вот такие вот идут карты перспектива, да, решить свои семейные какие-то узы, обязанности, что-то новое в жизни испытать, да, какие-то новые горизонты открыть для себя. Вы здесь боретесь с чем-то или с кем-то, со страхами, с рисками. У вас очень много других, кроме личной жизни, еще есть факторов. У кого-то это дети, у кого-то это, может быть, не получается родить детей. То есть здесь вот как-то так, да, или внуки, что-то, что у вас тянет очень большое количество энергии. Вы по пятерке Пентакли сейчас очень сильно опустошены в плане любви, отношений, опустошены вы по магии. Девочки, сегодня очень много мага выходит. Еще раз покажу вам карту маг, да, здесь хоть и красивая такая ведьмочка, но я вам хочу сказать, фея, да, здесь у вас опустошение идет. Вы очень сильно устали, вы уже здесь просто не хотите, может быть, даже свою душу открывать и очень боитесь новых отношений. Нулевой аркан говорит о том, что вы должны все равно уже начинать жизнь с нуля. У вас это будет, это будет где-то в середине года. Почему? Потому что как раз карты закончились посередине на нулевом аркане. Давайте посмотрим еще, что вас ждет в личной жизни в 2023 году. Что вас ожидает? Подъем по карьерной лестнице и это даст вам возможность знакомства с новым человеком. Я думаю, что у вас тоже появляется перспектива, как и у первых девочек Королев Пентакли. Очень хорошая перспектива. Это знакомство с человеком, который прекрасно подойдет для замужества, для семейных отношений. Это шанс, шанс, прям девочки. Я вам серьезно говорю. Я очень радуюсь, когда вижу такие карты на отношения длительного характера, на отношения, где будет взята за вас тоже какая-то ответственность, где вы не будете должны с утра до вечера переть свои собственные какие-то проблемы на себе. То есть, вот такие вещи еще. Ой, что-то выпало. Карта Луны, да? То есть, ну какое-то время Луна Отшельник, вам придется побыть в одиночестве. Но оно того будет стоить, потому что у вас был некий Король Кубков здесь, с которым отношения либо закончились, либо должны закончиться, девочки. И здесь вы понимаете, что здесь ничего эти отношения не несут с этим Королем, который просто играется там, вот веселится, у него все классно по жизни. А вы боретесь там чуть ли не, я не знаю, за выживание просто. То есть, вот как-то так мне идет, видите? То есть, вы как будто не рискуете, да? Если есть какой-то риск, да, какая-то рисковая встреча, рисковое действие к мужчине или что, не делайте этого, потому что закройте, защитите себя. Вам надо восстановить свое женское энергетическое поле. У вас очень сильно разбитая такая энергетика. Вы расшатаны просто, да нельзя. Поэтому вам никак нельзя допустить, чтобы вас еще раз кто-то обидел, ударил. Вам надо идти к своим целям, вам надо опять-таки защищаться. У вас ищет и цель одновременно. То есть, вы должны защититься от возможных ударов судьбы, да? От какого-то конкретного человека. Но при этом вы должны добиваться своих целей, идти по карьере, двигаться дальше, переезжать, ходить на работу, получать свою какую-то карьеру, делать себе, да? Расти над собой, делать покупки, радовать себя. Не забывайте, потому что вам нужен отпуск или отдых, которого у вас тут тоже либо не было, либо вы не отдохнули так, как надо было отдохнуть, потому что у вас все очень-очень близко, очень близко. Смотрите еще, что у вас не рискуете. Вам вообще не советуют карты. Вам не стоит это делать, если вы думали проявиться к человеку накануне праздников, да, к какому-то бывшему, кто вас сильно обидел или сделал вам больно. Я вам не рекомендую по вот этим картам этого делать, мои дорогие. На этом у меня было сегодня все для вас. Я сегодня прочитала для четырех королев этот прекрасный расклад. Я была очень счастлива вам сегодня погадать, мои девочки, на 2023 год. Каратенечко, вот такие маленькие прогнозы, но каждая получила более точную информацию. Я вас обнимаю и спасибо, что вы были со мной.